Возвышая национальную культуру. В Доме культуры села Шамалган Красайского района в рамках проекта Ассамблеи народа Казахстана и единства многообразия прошел республиканский конкурс-фестиваль самодеятельного народного творчества Универмис Саган Казахстан. Несмотря на то, что участники это представители всевозможных этносов, объединяло их в этом фестивале одно – национальное казахское творчество. На красочном и ярком мероприятии побывала и наша съемочная группа. Организовали данный конкурс Ассамблеи народа Казахстана совместно с КГУ Куамдахкелесом Жанедамуорт Алматынской области. В фестивале приняли участие представители различных этносов возрасте от 16 до 45 лет. Каждый из них представил публике казахское народное творчество. Это и вокальные, инструментальные и хореографические номера. Если в полуфинал прошли 20 претендентов, то в гала-концерте приняли участие только 13 творческих номеров. Главная цель данного мероприятия – это популяризация казахского народного творчества, а также стимулирование людей разного возраста демонстрировать свои таланты и не стесняться показывать их. Всего в конкурсе фестиваля демонстрируют свои возможности участники из Туркестанской, Алматинской и области ЖТСУ. Всего нам поступило порядка 30 заявок. Мы отобрали 20 лучших. Призовые места будут распределены в трех номинациях. Это танец, вокал и инструментальные номера. То есть в каждой номинации будут три победителя – первое, второе и третье места. В рамках фестиваля участники продемонстрировали впечатляющие творческие номера. Жюри высоко оценило яркие и запоминающиеся выступления участников. Отметим, что в судействе приняли участие знаменитые культурные и общественные деятели Алматинской области. Среди них художественные руководители ведущих творческих, образовательных учреждений региона, лауреаты республиканских международных конкурсов, кандидаты филологических наук. Одна из них – Аслы Осман. Быть членом жюри – дело непростое, когда видишь перед собой участников, которые так долго и упорно готовили свои номера. Когда представляешь, сколько труда было вложено. Судейство становится весьма ответственной задачей. В жюри есть опытные педагоги вокала, танцев, исполнители инструментальной музыки. Каждый из них дает оценку в своем направлении. Я же обращаю внимание на слова, на смысл, на то, насколько в творческом номере присутствует казахский дух, казахская ментальность. Для меня это важно. Публика смогла насладиться различными видами творчества конкурсантов. Драматичный, полный красок танец меняла мелодия инструменталиста, которая заставляла публику погрузиться в искусство. Перед зрителями выступали как соло, так и дуэты, и целые творческие коллективы. Возраст участников фестиваля конкурса – юные дарования от 16 и уже опытные исполнители более старшего поколения до 45 лет. Сразу после гала-концерта началось награждение, которое с трепетом ждали участники, а также их близкие. Победителей награждали как дипломами, так и денежными сертификатами. Ведь недаром говорят, что творчество нуждается в меценатах. Это своего рода поощрение за труд и стимул для дальнейшей работы. Так, первое место в номинации «Лучший танец» занял ансамбль «Урник» из области ЖТСУ, победитель многих танцевальных конкурсов. Стоит отметить, что ансамблю в этом году исполняется 15 лет. А на конкурсе мы показывали два казахских танца, две постановки. Первая – это «Япурай», а вторая постановка – это «Нуршашу». Казахский танец характерен своей мягкостью. Вот так устроено, что в казахском танце много рук. Своими руками мы показываем, что вокруг красивого. А вообще в нашем репертуаре есть танцы практически всей ассамблеи народов Казахстана. Как казахские, так и русские, украинские, в общем, любые. И этим как раз таки мы отличаемся от многих ансамблей в нашем городе. Гран-при и звание лучшего на конкурсе досталось представителю Турецкого этнокультурного объединения Ахасха. Сабар Гусейнов – исполнитель-мультиинструменталист. Он продемонстрировал выступление сразу на нескольких казахских народных инструментах. Я начал играть на дамбре с 9 лет. На Кубызи я начал обучаться полгода назад. В начале моего выступления я даже не думал, а какое место я возьму. Больше мне хотелось передать свой патриотизм. Я хочу, пользуясь случаем, выразить свою благодарность нашему президенту Всемирной Ассоциации Турака Ахасха Касанову Зиядину Исмихановичу. Сказать честно, он повлиял на развитие моего творчества, выхода на большую сцену. И Кубыз, на котором я сегодня играл, при его поддержке приобрел инструмент и за короткий срок научился играть. Отметим, что данный республиканский конкурс в Алматинской области проходит впервые. Однако, по словам организаторов, мероприятие весьма впечатлило жителей региона и получило положительные отклики. А потому стоит ожидать, что оно станет традиционным и будет проводиться ежегодно.